Сегодня в программе Этнокрым. Каким видели наш полуостров художники 20 века? Независимо от национальных традиций, всех объединяет одно – любовь к Крыму. Крымчане почтили память жертв нацизма, крымчаков и евреев. Вышел в свет новый сборник стихов крымской поэтессы Софии Юрьевой «Подойти к горизонту». Бахчисарайский ханский дворец. Что еще уникального и необычного хранят эти стены? Украшений у крымских татарок было очень много. Это вообще особенность мусульманской женщины. Интересные факты о французском языке. Пари волна месс. И это тоже в русском языке существует выражение. Париж стоит мессы. Он был не просто гениальным художником. Существует вид в профиль, вид в три четверти, вид сбоку, вид сверху, снизу, как угодно. Это действительно очень многогранная фигура. Бахчисарайская дюрбе. Ночь в Крыму. Крымский дворик. Более 80 работ крымских художников 20 века. Представлены здесь на выставке в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия. Крым во все времена привлекал к себе внимание людей искусства. За вдохновением сюда съезжались художники со всего мира. Как и многие другие живописцы, Нина Жаба, выпускница Академии художеств Петербурга, приехала в Бахчисарай в начале 20 века. Девушка влюбилась в крымского татарина и осталась здесь на 18 лет. Бытовые сцены жителей полуострова стали основной темой ее творчества. Писать летние тюды приехал и Максимилиан Волошин, русский поэт и художник. Увидев крымскую землю, он решил остаться здесь навсегда. На небольшом участке земли в Коктебеле он построил дом, где прожил большую часть своей жизни. В Феодосийском побережье он там построил своими руками, причем, тот удивительный приют, который сейчас мы называем домом поэта. Он существует и по сию пору. И по сию пору там собираются и художники, и поэты, и просто люди искусства, которым интересна вся эта старинная история. А сам Максимилиан Волошин, он художественно, артистически, он вырос на крымской земле. Он создал совершенно новый тип крымской акварели. Совершенно разный по характеру, жизненному укладу, образованию и темпераменту. Максимилиан Волошин и Константин Богоевский дружили и были неразлучны. Живя рядом, один в Коктебеле, другой в Феодосии. Они много общались и в жизни, и в творчестве. Рисунки Богоевского были использованы как иллюстрации к стихам Волошина. Это ученик школы Архипа Куинджи. Представитель вот этого пограничного периода, до конца 19-го, начала 20-го века, представитель кемерийской школы. И если рассматривать творчество Богоевского, интересно посмотреть, как это творчество меняется. То есть вначале это классика, это поиски античности, потом это внимание именно крымско-татарской культуре. И, знаете, вот это вот трепетное отношение к отображаемому на полотне. На выставках начала 20-го века произведения крымско-татарских художников были положительно оценены критиками, отметившими их самобытный талант. Крымско-татарская живопись выходит на уровень российский, выходит на уровень европейский. Это наши художники Абиев, Бутиин, Бодонинский, которые стажировались во Франции и в Италии. То, с другой стороны, и русские художники обращают внимание уже на этнографию местного населения, ну, местных жителей. И получаются удивительные работы вот на этом вот пограничье. И учителями этих художников, вот как раз-таки Устаев, которого называли татарским врубелем, он учился у Самокиша, был одним из его таких известных учеников. Прекрасную прияду художников оставил после себя великолепный художник Яновский, который преподавал в художественно-промышленном техникуме, преподавал в школах Крыма на крымско-татарском языке. Он прекрасно знал наш язык. Абдурифи Абиев, известный живописец и график, учился в Московском Строгановском художественно-промышленном училище. Позже продолжил образование в Париже. По возвращению в Крым в 1917 году он возглавил национальный художественный техникум в Бахчисарае. После переехал с семьей в Симферополь, где преподавал в художественном училище имени Самокиша. В 1938 году в разгар репрессий против представителей крымско-татарской интеллигенции Абдурифи Абиева расстреляли. А спустя шесть лет его супруга Екатерина и дети были депортированы в Среднюю Азию. В 1944 году, в ту трагическую ночь, супруга Абдурифи Абиева Екатерина Малеева, ведь она могла бы остаться. Но дело в том, что она пошла за его народом вместе со своими детьми. И собой она успела взять всего лишь несколько полотен, просто холстов без ран, как напоминание о ее любимом супруге. Уже потомки Абдурифи Абиева принесли в наш музей бесценную реликвию их семьи, холсты их деда. Но вы знаете, когда они развернули эти холсты, назвать это картинами было уже невозможно, потому что, естественно, условия хранения, температурный режим, да и время сделали свое дело. И реставратор не стала добавлять свое авторское «я», она всего лишь скрупулезно восстанавливала то, что как-то очертаниями угадывалось. Творчество художников 20 века и сегодня продолжает вдохновлять современную молодежь. Эдия, вы как молодой художник начинающий, расскажите, какие у вас впечатления от данной выставки? Очень хорошее впечатление, очень душевная располагающая выставка. И она уникальна тем, что здесь представлены работы многих художников с начала 20 века, до военных художников. И получается, каждый художник видит Крым по-своему, у каждого свое восприятие. И это намного лучше, чем фото, потому что ты глубже воспринимаешь и чувствуешь историю. Выставка творчества крымских художников начала 20 века будет работать до конца января. Все эти работы уникальны. Творчество каждого художника самобытно, но независимо от национальных традиций, всех объединяет одно – любовь к Крыму. Поминальные свечи, цветы и черная повязка с белой шестиконечной звездой. 11 декабря. Трагическая страница в истории Крыма. Зимой 41-го года фашистские захватчики уничтожили свыше 18 тысяч человек, виновных лишь в своем происхождении. Григорий Рикман на протяжении многих лет проживает в том доме, из которого его родных уводили на казнь. Вытащили моих родственников, деда, дядьку, братьев и расстреляли на 10-м километре. Как мне рассказывали и мои соседи, пока еще вытаскивали стариков, они успевали разграбить этот нищенский скарб. И часть его я сохранил в том же доме, в котором и жил мой дед. И даже в это время посаженная 80 лет назад акация на этом же месте и стоит, как вот памятник моим старикам. Ну, хотелось бы, как всегда, сказать, что это не должно повториться. И, как у нас говорят, баров да я на мед, светлой памяти. Ежегодно в День памяти крымчаков и евреев жертв нацизма проводятся траурные мероприятия. Марс живых и мемориальный митинг на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. В том самом месте, где 77 лет назад гитлеровцы убивали крымчаков и крымских евреев. Расстрелы стариков, женщин и детей длились несколько дней. Около трех тысяч крымчаков из Симферополя было уничтожено. У нас с крымчаком нет ни одной семьи, в которой бы не произошла эта трагедия. В 45-м году, когда стали возвращаться наши войны с войны, то ни одного живого крымчака в Симферополе нет. Спаслись только те, которые были эвакуированы и которые воевали на фронте. В моей семье тут лежат мои дедушки, бабушки, отца, родители. Когда отец вернулся в 44-м году, его комиссовали по контузии, то дом его был разрушен, а родители расстреляли. Крымчаки – один из малочисленных народов Крыма. Гитлеровская оккупация положила конец развитию крымчакской общины полуострова. Сегодня в Крыму крымчаков насчитывается чуть больше 200 человек. Эта дата важна не только в истории еврейского народа, это дата важна в истории, так сказать, всех народов. Потому что, вспоминая слова великого профессора Михаила Гефтера, который говорил, что геноцид не бывает против кого-то, геноцид бывает всегда против всех. Сегодня траурный день не только для евреев, а вообще для всех граждан Республики Крым. Сегодня мы здесь собрались помянуть тех, кого расстреляли фашисты в годы Великой Отечественной войны. И такие мероприятия важны не только для граждан Российской Федерации, но, наверное, для мирового сообщества. Самое главное, чтобы мы помнили о тех преступлениях, которые были совершены фашистами и, конечно же, не допустили повторения подобного. События, связанные с Великой Отечественной войной, все дальше уходят в прошлое. Но в сердцах крымчан навсегда останется боль и скорбь о ее бездвинных жертвах. Я подарю тебе букет из звезд и солнечных лучей. Я напишу тебе санет. Ты будешь в нем прекраснее всех. Хочешь звездный букет? Хочешь божий нектар? Нет, нет и нет. Мне хорошо и так. Это стихотворение София Юрьева написала, будучи студенткой факультета русского языка и литературы Коканского государственного педагогического института. А сегодня в стенах отдела греческой литературы детской библиотеки номер 18 города Симферополя крымская поэтесса презентует уже свой четвертый поэтический сборник, написанный в соавторстве с родным братом. Мы давно пишем, с юных лет. Мы сюда вместили избранное из трех сборников, которые вышли до этого, и новые стихи. Конечно, мы повзрослели за эти годы. Стихотворения, вошедшие в сборник, написаны как на русском, так и на греческом языках. А главной их темой являются семья, родина и греки. Ее стихотворение – это отражение всей ее жизни. Не только ее, и Крыма, друзей. Здесь в ее творчестве, очевидно, все. С греческой историей крымского полуострова связана и вторая книга, которая также была презентована гостям мероприятия. Ее автором является супруг крымской поэтессы Софии Юрьевой, Панайот Кесмиджи, который ушел из жизни в 2016 году. Впервые эта книга вышла в 1996 году. Вот ее первое издание. Видите, по объему какая. И вот 20 лет с лишним продолжалась работа, помогали сыновья. Успел он ее собрать, все успел. И вот она издана. Великий человек, потому что он поднял такую историю про греков. Такую историю еще никто не писал. Я не знаю, многие начинали, но как-то не так. Обобщенно так было все. Он очень углубился и замечательные книги, которые издаются. Панайот Кесмиджи практически всю жизнь посвятил изучению истории своего народа. Труды, написанные автором, по сей день актуальны. А представители научного мира отмечают, что исследования крымского грека продолжают пользоваться большим спросом. Я могу сказать, что я ее уже прочитал. Причем прочитал с карандашом в руке, пометками на полях. Почему у меня такой интерес к греческой культуре? Вот уже на протяжении последних, наверное, 10 лет я реализовал большой проект, который называется «Крымский мир». И за это время нам удалось издать несколько книг-альбомов, которые воссоздают образ той или иной культуры, того или иного народа на крымской земле. В свет уже вышли исторические альбомы о культуре жизни армян, болгар, немцев и евреев Крыма. А сегодня идет активная работа над изданием книги, посвященной греческому миру крымского полуострова. Сейчас начали реализовывать, на мой взгляд, очень интересные, для меня крайне интересные, имея в виду особенность греческой культуры, греческого народа вообще, тот вклад, который он внес вообще в европейскую цивилизацию, в мировую цивилизацию, и тем более здесь, в Крыму, мы его назвали «Греки крымская Эллада». Издание книг «Греки Крыма» и «Подойти к горизонту» стало возможным благодаря поддержке медиа-центра имени Гаспринского и региональной греческой автономии Крыма Таврида. Эта семья достойна уважения. Начало было с Панайота, ее мужа Кисмиджи, с которым мы тоже работали в греческом обществе. Он глубокий след оставил в литературе и в жизни наших греков. Ну и продолжает его творчество его супруга, Софья Георгиевна Кисмиджи. Ее стихи слушать без мурашек по коже невозможно. Мероприятие прошло в душевной атмосфере. Выступления Софии Юрьевой и ее внука, как всегда, произвели на присутствующих яркое впечатление. И самая радостная поэтесса пообещала, что эта встреча не последняя. Ее пятый поэтический сборник уже начал пополняться новыми стихотворениями. Далее в программе. Бахчисарайский ханский дворец. Что еще уникального и необычного хранят эти стены? Украшений украинских татарок было очень много. Это вообще особенность мусульманской женщины. Интересные факты о французском языке. Пари волна месс. И это тоже в русском языке существует выражение. Париж стоит мессы. Он был не просто гениальным художником. Существует вид в профиль, вид в три четверти, вид сбоку, вид сверху, снизу, как угодно. Это действительно очень многогранная фигура. Продолжая знакомство со сказочным Бахчисарайским ханским дворцом, мы оказались в одном из самых колоритных помещений всего комплекса. Максура, или, как говорят экскурсоводы, ханская ложа. Она служила местом молитвы для правителей. Разделена Максура на две комнаты. В первый хан совершал омовение, а во второй молился. Очень интересно тем, что здесь молился только хан и только самые близкие члены семьи. Могла здесь находиться его супруга, мама, дочери. Эта комната интересна тем, что украшена плиткой. Плитка турецкой работы, изникской работы. Сохранилась до наших дней только часть этой плитки, предположительно, 17 века. И несколько лет назад турецкие мастера по нашему заказу восстановили эту плитку. Вернее, они сделали нам копию, и недостающие фрагменты были заполнены вот этой современной плиткой. Во второй комнате на стене изображен михраб – специальная ниша, указывающая мусульманину направление во время молитвы. Украшен он цитатой из Корана. Вот на этой стороне окна. То есть хан мог не только молиться, но и наблюдать за прихожанами этой мечети в пятницу, в полуденный намаз. Сейчас в ханской ложе представлена выставка рукописных Коранов с 16 по 19 век. Тексты богато оформлены заставками, миниатюрами и другими украшениями. Для этого использовали цветные чернила, тушь, а также жидкое золото и серебро. Каллиграфия – это удивительное восточное искусство, в этом здесь мы убеждаемся. Краски до сих пор очень яркие. Писали Кораны не только чернилами растительного, конечно, происхождения, но и красочными составами золота, серебра, цветных глин. Часть изготавливали здесь, часть привозили из-за границы, в основном, конечно, из Турции. Бахчисарай с крымско-татарского языка – дворец-сад. Внутри дворца много двориков с деревьями, цветами и фонтанами. Сейчас мы с вами попали в кухонный дворик. Этот дворик очень уютный, небольшой. И когда-то вот в этих помещениях справа от нас и перед нами не только готовили, но и проживали ханские повара. Это, конечно, были только мужчины, но готовили они для всей ханской семьи. Изюминка этого дворика – это самое дорогое, самое ценное дерево для нас. Оно, конечно же, охраняется. Это шелковица, которая плодоносит у нас по сей день. Посажена она была при последних крымских ханах, предположительно, ей более 400 лет. А в помещениях бывших ханских кухонь сейчас располагается выставка, посвященная ювелирному искусству крымских татар. Известно, что ханы при своем дворе имели ремесленников, которые создавали филигранные шедевры. Их, конечно же, дарили представительницам прекрасного пола. Анабей – правительница гарема. Согласно своему статусу, имела обязательный комплект украшений. Не уступающий по роскоши набор получали и другие жены хана или представительницы династии. У крымской татарки вне гарема, согласно статусу и благосостоянию, также собиралось подобное приданное. Украшений у крымских татарок было очень много. Это вообще особенность мусульманской женщины. Дарили очень много к свадьбе, конечно. Поэтому и сундучки, шкатулки для украшений достаточно больших размеров. Поясные пряжки. Интересно то, что путешественники отмечали, что даже у самой бедной девушки, у бедной невесты, должен быть серебряный пояс не менее чем в два пальца толщиной. Можете представить, как выглядела богатая невеста. То есть серебра, золота и украшений было очень много. Наиболее распространенными были изделия из серебра и золота. Очень интересно подходили к вопросу украшений. Украшения как головные, вот как, например, вот этот вышитый золотными нитями фес с позолоченным топеликом, с навершием, так и украшения, расшитые жемчугом. Вот обратите внимание на этот мельчайший морской жемчуг. Трудно даже представить, как в этом жемчуге делали отверстие, и чем его могли делать, и какая должна была быть игла, чтобы потом на плотном бархате создавать вот такой жемчужный узор. Традиционные женские украшения, помимо эстетического и практического назначения, выполняли защитную функцию. Путешественник и этнограф Густав Раде писал, «Все крымские татары, мужчины и женщины, старые и молодые, каждый носит при себе свою молитву, как спасительный талисман. Эти молитвы покупаются у духовенства». Молодые девушки зашивают свои молитвы в треугольный кусочек кожи и заплетают их в свои косички. Одно из последних приобретений музея – это вот этот вот алмазный перстень, который был подарен нам больше года назад российским коллекционерам Лапиным. Совершенно безвозмездно он сказал, что получил его от бабушки своей. Говорит он, что оно принадлежало когда-то Шагину Гераю, последнему крымскому хану. Сегодня мы выставляем этот перстень здесь, но, конечно, оно еще требует исследований. Выставка «Ювелирные украшения крымских ханов» завораживает своей самобытностью, оригинальностью и изяществом. Когда греку хорошо, он танцует. Когда греку плохо, он снова танцует. Греция – это страна, в которой очень много островов и регионов, и, соответственно, список национальных народных танцев действительно внушительный. А сами танцы в значительной мере отличаются друг от друга – и музыкой, и элементами, и даже настроением. Но есть и общие правила исполнения греческих танцевальных композиций. Большинство танцев Греции являются круговыми и групповыми. Они ритмичны и быстры, сопровождаются множеством движений. Существуют танцы, которые исполняются тремя, двумя и даже одним человеком. Самым зрелищным сольным танцем, который можно увидеть практически во всех регионах Эллады, является зейбекико. Привезли этот танец с собой в Грецию греки репатрианты, приехавшие из Турции после Малайзийской катастрофы в 1922 году. Сегодня его танцуют и парни, и девушки, а в прошлом исполнять его могли исключительно мужчины. Это единственный известный миру сольный греческий танец. Он полностью импровизированный, как говорится, от души. В нем нет определенной последовательности движений, но при видимой легкости далеко не каждый может красиво и пластично выполнить его элементы. Движения очень напоминают движения пьяного человека. Изначально это танец скорби и выражения горестных чувств. Танцующий с помощью пластики тела как бы оплакивает смерть, несбывшиеся мечты, потерю любимой, демонстрируя идею, что настоящий мужчина не стыдится показать свою боль. Увидеть, как хороший танцор исполняет зейбекико, значит увидеть Грецию. Этот танец не требует большого пространства. Обычно вокруг танцующего собираются люди, садятся на колени и хлопают. По старому обычаю в знак восхищения танцу разбивали тарелки. Ныне забрасывают цветами или бумажными салфетками. В настоящее время его танцуют и дома на семейных праздниках, и в тавернах при скоплении большого количества неизвестных людей. Но нельзя заставить грека танцевать зейбекико. Он сделает это только в том случае, если струны его души в данный момент звучат полностью в унисон с мелодией, поднимая со дна сердца чувства, которые нельзя выразить словами, но, возможно, выплеснуть их в танцы. Зейбекико не придает храбрость, говорилось в народе, но человек должен быть храбрым, чтобы танцевать его. Этот язык по праву называют самым красивым и романтичным в мире, а также одним из основных языков европейской культуры. Сегодня мы расскажем вам о малоизвестных и интересных фактах французского языка. Французский язык признан официальным в 29 странах мира, включая Канаду, Бельгию, Швейцарию, Монако и Люксембург. Французскую речь можно было услышать и в Крыму. Согласно переписи населения 1897 года, на полуострове проживало более 300 французов, оставивших свой след в развитии полуострова. Мы начнем с самого приятного. Кондитерская в Ялте Эмиля Флорана. Это Ришелье, это дворцы по образцу европейскому, это виноделие, это винные погреба, которые вот прямо настоящие, а-ля Франце, да, по французскому манеру. Это французы открыли училище, где готовят виноделы. Французы были уездными губернскими председателями дворянских собраний, да. Они занимались археологией. Им большое спасибо, нашим предкам, царям, которые приглашали, принимали французов, за то, что вот наша культура чуть-чуть поглубже, чуть-чуть пошире и, как вы сказали, романтичнее. Известно, что в начале 19 века все русское население говорило на французском языке. Почему? Очень многие французы были вынуждены покидать родную страну Франции и искать убежище в других странах. Вот только в России на тот период, это конец 18 века, приехало 15 тысяч французов. Грубо говоря, на 100 тысяч дворянских российских семей. Им сочувствовали, их поддерживали, им помогали, их принимали в семью, им давали работу. Говорили, естественно, по-французски. И дети получили, вот совершенно неожиданно, да, они получили воспитателей. И вот вам первое заимствованное слово, произнесенное сегодня, гувернер. И естественный язык. То есть ребенок слышал просто с детства французский язык. Французы отличаются самой сложной и в то же время красивой реакцией на чихающего человека. Если в большинстве других языков в ответ на чихание принято желать здоровья, то у французов с этим все намного сложнее. При чихании мы желаем здоровья, немцы желают здоровья, то французы желают любви, причем во множественном числе. А во замор к вашим любовям. Или вам любовей. Да, вот примерно так, да, это очень немножко неожиданно. Те французские слова, которые мы заимствовали в русском языке, соответствуют ли французскому значению? Слово бизнесмен во французском языке, ну, уже англичане всех научили, американцы, да, говорить бизнесмен. И мы на всех языках говорим I'm businessman, мой папа бизнесмен, немцы и шпин бизнесмен, бизнесмен, да. И только французы говорят Je suis aphériste. Parc est une affaire. О, это эферист, у которого есть афера. Опять, что такое афера в русском языке? Это мошенничество, чистой воды. И аферист имеет цель, ну, нас ограбить, на нас заработать, оставить нас ни с чем в свою собственную пользу. Это чистой воды афера. Ой, да он такой аферист, не надо с ним связываться. Да нет, аферист это равно бизнесмен. А афера это, афер, это равно бизнес или гешефт немецком языке. Есть совсем интересные случаи, французы даже не подозревают, что мы говорим на их французском языке. Действительно ли так, что французский язык является языком балета? Да, именно так. Балет изобрели французы. То есть они это понятие придумали, и они к нему придумали название. Поэтому балет это французское слово, по-французски оно звучит бесконечное «т» – «балет». Терминология балетная, естественно, она звучит на французском языке, которая у нас, ее очень многие, кстати, могут говорить, причем они ее употребляют так немножко иносказательно. О, «падеде», да? «Падетруа», да? Что такое «падеде»? «Па» – «шаг», «д» – «д» – «из двух». «Падетруа» – «шаг» из «трех». То есть танец двоих солистов, танец троих солистов. Существует у нас слово «кар де балет». Да, и оно такое немножко негатив, опять, ну, как бы не совсем точное значение, потому что, да, она там в «кар де балете» танцует, то есть это не «прима» ни разу, это не солист, это, ну, бэк-вокал, ничего подобного. Это французское «кор де балет». «Корпус балета» – это личный состав, включая звезд, «прим» и солистов. Поэтому спасибо большое в французском языку. Мы заговорили на французском языке, когда мы пришли посмотреть балет. Мне известно, что числительные как-то по-особому во французском языке складываются, строятся. Числительные – это какое-то отдельное чудо света. У них отсутствуют некоторые цифры. Вот понимаете, как интересно, что вот просто этих цифр не существует. В цифровой шкале, да, то ли им они не нужны, то ли это было как-то сильно сложно придумать отдельную цифру. Например, начнем с того, что у них нет цифры 70. У них есть 60-10. И, соответственно, 71 – 60-11, 75 – 60-15. У них нет цифры 80. Это вообще очень такое большое горе для тех, кто учат французские. У них есть 4-20. Соответственно, 81 – 4-21. Соответственно, опять же, 84 – 4-8-4. Совсем нет цифры 90. И тут мы начинаем рыдать, потому что 4-20-10. 4-20-11. 4-20-16 – это будет 96. Вот. Ну, как бы. Почему так сложно? Вот французы вам точно не ответят. Зачем нам учить отдельно цифру 70, 90, 95? Если мы уже знаем цифру 4, 20 и 15. Их только нужно сложить в правильном порядке. Об особенностях французского языка можно говорить бесконечно. Больше интересных фактов в следующих выпусках программы «Этнокрым». Его деятельность благотворительности, да, невозможно описать, допустим, в одном направлении. Во всех направлениях он участвовал. Школы, церкви, культура. Во всех этих начинаниях он был первым и доминантным. К сожалению, широкая публика имеет о нем представление как, ну, скажем, о портрете или о фотографии с видом только в фаз. На самом деле существует вид в профиль, вид в три четверти, вид сбоку, вид сверху, снизу и как угодно. Это действительно очень многогранная фигура. Миллионам людей во всем мире Айвазовский известен как гениальный живописец. Но память о нем жива не только как о художнике. Айвазовский был человеком трудолюбивым, великодушным и весьма успешным. Говоря о том, что Айвазовский был не только художником, следует прежде всего сказать о том, что он был самым крупным землепладельцем Крыма. Ему принадлежали 12 тысяч десятин земель в Крыму. И по счастью, почти все 12 тысяч десятин это были орошаемые крымские черноземы. Это значит, что земли очень богатые. Умелое хозяйствование на землях перевело к тому постепенно, шаг за шагом, что Айвазовский стал довольно состоятельным человеком. А его обыкновение отстаивать какие-то общественные проекты, заступаться за тех людей, которые, может быть, были в опале, но нуждались в поддержке, и в итоге они получали эту поддержку, сделали Айвазовского достаточно авторитетным человеком. И к тому, что он был состоятельный, перебавляется то, что он был достаточно влиятельный. И это, конечно, значило очень многое и в его жизни, и в жизни окружающих его людей. Пройдя достаточно трудный путь, из низших слоев общества наверх, художник понимал, что существует огромное число талантливых молодых людей, которым нужна помощь, для того, чтобы они могли проявить свой талант, свои способности. И Айвазовский такую помощь всегда оказывал, на своей судьбе понимая, как это важно. Вероятно, поэтому он и стал заниматься меценатством. В чем состояло его меценатство? Он очень поддерживал образование. Он поддерживал феодосийскую школу. Он поддерживал огромное количество школьных и студенческих касс. Он поддерживал студенческую кассу Академии художеств. И вот по записям известно, что только за 1886-1887 год в студенческую кассу Академии художеств поступило от Айвазовского 3000 рублей. Это достаточно много было. Но он был донатором не только этой означенной студенческой кассы. Ну вот, допустим, Айвазовский узнал о том, что в Минске учащиеся очень нуждаются. Он устроил лотерею. В лотерее разыгрывалась его картина. Билет лотерейный стоил всего один рубль. И было продано 6000 лотерейных билетов. Картина была разыграна, кто-то ее получил. А студенческая касса Минска получила 6000 рублей. И таких случаев огромное, огромное множество. Самое удивительное то, что он не был тщеславным. Он не делал это ради славы. Поверьте мне, ради славы нужно 2-3 благотворительных этих самых делать. Пусть меня просят благотворители. Для него это был позитив жизни. Жизненно важным фактором. Он не просто это делал. Он себя ощущал христианином. А пусть христианина – это благотворительность, добрые дела. Айвазовский был человеком глубоко верующим и церковным. Художник являлся активным прихожанином древнего армянского храма Сурбсаркис в Феодосии. Связь этой церкви с жизнью и творчеством Ивана Константиновича очень тесная. Эти стены помнят наиболее значимое событие в жизни знаменитого феодосийца. Здесь Иван Константинович принял крещение. В этой же церкви он венчался, вступая в брак. Здесь же прославленного художника проводили в последний путь. Для этого храм Айвазовский при жизни творил благие дела. Когда был пожар в 1888 году, было восстановление нашей церкви после пожара. По его настоянию сделали немосвод голубой, лепили там звезды, и он еще подарил картину. Вдобавок он в банк положил 15 тысяч золотыми, чтобы на процентах этих денег, этих сумм, церковь был жизнеобеспечен. Айвазовский был отзывчив ко многим ситуациям, и в нем были очень развиты патриотические чувства. В творчестве великого художника особое место занимает севастопольская эпопея. Айвазовский написал много интересных картин, посвященных обороне Севастополя. В осажденном городе он открыл выставку своих работ, которая поддержала в то нелегкое время защитников города. Его чувства не только патриотические, а совершенно особые чувства к его соотечественникам, армянам. Мы знаем, что XIX век — это время геноцида армянского народа, которое проводила Османская империя. Поскольку турецкие султаны, особенно Абдул-Азиз, в течение правления которого были наиболее жестокие вот эти акты геноцида, он очень благоволил художнику и часто его приглашал. Айвазовский работал в Стамбуле таким образом как-то смягчить судьбу армян и как-то смягчить сердце султана, что, к сожалению, ему сделать не удалось. Предоставляя очень масштабную помощь разным группам населения, Айвазовский одновременно был очень отзывчивым человеком в каком-то персональном аспекте. До сих пор сохранились многочисленные документы, которые свидетельствуют о том, что Айвазовский всегда проявлял заботу о нуждах беднейших слоев населения Феодосии и окрестных деревень. Был такой период, что, когда разводился с первой женой, мотивировка первой жены, что он сошел с ума, было то, что он очень много тратит на благотворительность. Надо как бы его лишить права состояния, опекунства, чтобы он эти деньги не растратил и так далее, и так далее. То есть его благотворительность со стороны дошла до сумасшествия. Но на самом деле он не был сумасшедшим человеком, он был очень деловым человеком. К своему родному городу Феодосии и его жителям Айвазовский чувствовал особую любовь. В средние века Феодосия очень нуждалась в питьевой воде, и на протяжении 10 лет питьевую воду в город привозили из Ялты и Севастополя. Питьевая вода была в то время самым необходимым продуктом, и в такое трудное время Айвазовский подарил городу воду одного из своих источников. Благодарные феодосийцы в память об этом событии оставили в городе несколько фонтанов, которые впоследствии стали визитной карточкой города. Имея возможность жить и работать в Санкт-Петербурге и Москве, остаться в любой европейской стране, Айвазовский связал свою жизнь с родной ему провинциальной Феодосией. Здесь художник построил дом, свою картинную галерею. При своем доме открыл художественные мастерские, в которых бесплатно обучал людей, интересующихся живописью. Впоследствии знаменитый Марини завещал свою картинную галерею, коллекцию своих работ, которые в ней хранились родному городу. Некоторые проекты, в которых участвовал Айвазовский, гораздо больше нуждались в том, чтобы их продвигал влиятельный человек. Айвазовский смог добиться того, что в Феодосию была проведена ветка железной дороги, и он добился того, что первым в Крыму был отреконструирован из торговых портов именно Феодосийский. И это сразу придало серьезный импульс развития города. Не просто так он получил звание почетного гражданина города Феодосии, и до него вот этого звания не было. Они город не знали, чем его наградить, и вот придумали это название почетный гражданин города Феодосии. Это не просто так, это, в общем-то, был великим человеком не только для искусства, как маринист, как художник. Он действительно был очень великим человеком, очень великим добродетелем. Благих дел Айвазовского не счесть. Это был не просто гениальный живописец. Иван Константинович всегда приходил на помощь людям и делал добро не из честолюбия, а по зову большого и доброго сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин